здравствуйте дорогие мои друзья это я алексей лещенко сегодня у нас говно сборки у нас сборка сегодня называется windows xp sp3 от феди скажите пожалуйста какой человек здравым уме будет создавать сборку windows xp которая на самом деле уже не обновляется слышал что какие-то приходят обновления для windows embedded xp ну для обычной десктопной sp3 давно ничего не приходит поэтому для тех кому нужен xp можно найти или старую сборку или за чистую спешку под себя настроить все установить но они никак не могут остановиться они до сих пор выпускают сборки xp они ее говнят они добавляют какие-то ужасные эффекты и тема оформления кому-то надо самое смешное они до сих пор думают что интерфейс висты актуально почему я так решил почему бы не добавить какую-нибудь интересную иконку коробки windows нет они до сих пор добавляют коробку висты притом не оригинальные висты финальной версии они добавляют коробочную версию беты вот так вот выглядела синяя вот такая коробочка с коробки естественно никакого активатора нет а может он появится после установки системы но нам придется вводить ключ ключи мы можем найти на многих сайтах это нихрена не реклама поэтому название сайта даже чуть припрятать ключи этих валом никто них не защищает язык переключим то есть как мне кажется уже microsoft глубоко насрать на мертвую пусть даже великую версию операционной системы windows как ни крути xp это уже все это музейный экспонат другое дело еще семерочка живая у нас но тоже время 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 кто бы не говорил семерки скоро настанет тоже алекс гуд так надеюсь ключ подойдет а куда он денется ночью конечно подошел что касаемо вот этих значков интерфейса мне все кажется что они все это берут с какого-то одного места и задача не сделать красиво а просто что-то поменять главное что-то изменить чтобы было не так как у других а получается так как у всех одни и те же самые значки одни же самые дебильные темы оформления одни и те же самые программы просто меняют название супер мускул кар супер федя эдишн супер пупкин там камон пиппл пипкин там что-нибудь такое и там зверь сиди там лев сиди там жопа сиди ну ничего нового все как и раньше все и в восемнадцатом году я думаю что от инсталлятора я ничего нового уже не увижу поэтому вернусь когда мы уже установим данный шедевр и так наш шедевр установился и после установки мы получаем вот такого я бы назвал ебучего кастрата это windows xp со значками половину от висты половину от windows 7 половину от какой-то небесной срани или адской срани и укороченный изнасилованный интерфейс давайте перейдем в меню посмотрим в системе что у нас здесь так здесь у нас значок от семерки которого быть вообще не должно здесь написано res patch black dark аэро о каком аэро здесь вообще речи не знаю так здесь у нас определился процессор появляется почему-то русский флаг к чему это я и так знаю что у меня русская локализация если переключить на английскую то что появится английский флаг да будет появляться английский флаг я не верю что сюда не набросали огромное количество различных вырвиглазных обои нажимаем свойства рабочий стол и да здесь огромное количество самое интересное все это дело как будто в каком-то плеере показано здесь у нас какой-то наркоманский рисунок называется аля я принимал грибы ну давайте что-нибудь можно от семерки еще здесь что-то аэро аэровиста windows 10 ну разве это будет похоже на 10 если ты сюда бой но 10 поставишь давайте вот эти психотропные дуванчики мы ставим они меня более веселят так что здесь у нас еще есть заходим снова панель управления давайте посмотрим какие здесь у нас установлены программы так в принципе ничего особого не установлено интернет-эксплор обновлен до 8 версии он вообще не нужен но я как понял он нужен просто как зависимость для некоторых программ microsoft visual c++ потом хэштаб apple какая-то хрень так посмотрим обновление какие он сюда добавил может быть давай ставься галочка обновление интернет-эксплорера все до 14 года обновление 2008 года 9 года 10 года 11 12 13 14 и какие-то даже обновления безопасности за семнадцатый год это не говорит что ваша операционная система будет защищена по той причине того что уже многие патчи безопасности просто-напросто под xp не приходили приходили только под 7 и по 200 они тоже не приходили поэтому если вы встретитесь интересы экспе с каким-нибудь злом хитрожопом это зло может вас очень сильно наказать далее посмотрим количество ошибок так смотрим здесь одна ошибка 2000 так 4 это не то смотрим что есть а пока одна ошибка предупреждение интернет-эксплорер нет ошибок система ну одна ошибка принципе больше здесь нет но надеяться на то что здесь все хорошо не стоит по причине того что образ настолько урезан что вес его 300 скопенки с копейками мегабайт а точнее 368 метров и это нихрена не достижение понимаете от этого система лучше точно не будет работать нашел в пуске какой-то хреновину под названием дэкспод я как понял это виртуальные рабочие столы 2 рабочий стол ну давайте проверим как это работает допустим допустим здесь одно окно перемещаемся на первый рабочий стол уже окна этого нет в принципе кому-то может и пригодиться для тех кто хочет вернуться в год это 2005 и здесь огромный набор тем оформления хотя вместо тем оформления можно было бы добавить какие-нибудь программки которые могли бы пригодиться но товарищ решил что лучше всего понапихивать сюда кучу говна которая будет криво имитировать mac os windows аэро с листиками windows 10 до ужас просто вылез все здесь их очень много этих тем какие-то наркоманские ячейки еще какой-то ужас может пуск поменялся на какую-то желто-зеленую клоаку где борется два мужика снежный барс до большинство из тех кто будет устанавливать вообще эту систему себе на наверняка будут школьники они даже знать не знать будут по снежном барсе система то одиннадцатого года у господь тайгер уход тайгер они тем более знать не будут и насколько это похоже на тайгер это ничем не похоже на тайгер хотя если вот эту панель передвинуть вверх прямоугольный док сюда засунуть хотя бы что-то похоже на глобал меню может это как-то отдаленно на тайгер было бы и похоже а пока это просто-напросто похоже на говно так vista windows 7 мне даже противно все вот эти темы пересматривать они все кривые какие-то и я как понял все эти темы созданы очень сильно давно позже что это боже мой посадить как все это криво смотрится на хрена такое вообще делать эти что можно делать ну наверное единственная тема которая вызывает мне ностальгию какие-то приятные чувства это наверно вот это на заднем фоне у нас старые обои аурора которые добавлялись первые беты альфы висты если выйти и попытаться снова залогниться вы увидите иллюстрацию девушка поиски ширки заходим сюда снова запустились никаких там звуков здесь нет так как автор полностью все вырезал что еще хочется сказать данная система просто унылое урезанное говно проверять из польши ничего не знаю для кого это вообще нужно это просто бред это бред который похож на чью-то больную фантазию я не думаю что вам нужно быть жертвой больной фантазии поэтому я не рекомендую вам устанавливать вот такие урезанные сборки это плохо это не нужно то что якобы игры быстрее работают на урезанных вот таких версиях или программа это тоже неправда потому что программа или игра будет потреблять столько сколько и нужно если сильно урезать windows появляется такая вот можно сказать появляется такое чувство как будто система летает на самом деле вы освободили всего лишь там 200 300 мегабайт оперативной памяти если когда-то там в нулевые там конец 90 это чувствовалось то когда у вас как минимум гиг или 2 гига оперативной памяти вы этого не почувствуете поэтому как тормозил у вас google chrome как тормозили тяжелые игры они то и они будут тормозить лучший способ ускорить работу программного обеспечения это купить новый компьютер поверьте мне это стопроцентная инфа ну что ж на этом все всем пока спасибо за внимание